Приветствую вас на канале Электрик от Бога. Друзья, знаете ли вы о том, что многие электронные триггеры на микросхемах очень неустойчивы к импульсам и разрядам? К примеру, вот такая схема защиты аккумуляторов от переразряда и перезаряда тоже содержит триггеры и микросхемы. И если возле нее или возле ее проводов щелкать с помощью вот такой вот зажигалки или просто с помощью пьезозажигалки, такая микросхема может выйти из строя и реально выходит из строя, в этом я убедился. Восстановить уже эту микросхему мне никак не получилось, зато я точно теперь знаю, что если рядом с кредитной карточкой кто-то будет щелкать пьезозажигалкой, ваша кредитная карточка и ее микросхемы могут выйти из строя. Этот эффект и этот факт можно было бы и позабыть, но я решил на основе этого факта сделать весьма простую и оригинальную самоделку. Зная о том, что микросхемы реагируют на высокочастотные импульсы, возникающие в результате разряда, скажем, той же пьезозагазовой зажигалки, я решил, что эту страшную силу можно оседлать, обуздать и применить. Но прежде чем я расскажу, как я применил это вредное свойство газовых зажигалок, я вам покажу те триггеры, которые ее не боятся, ну а точнее всего один. Вот этот триггер на лампах абсолютно безучастен к тому, что возле него грозы гремят или импульсы летят. Никакая пьезозажигалка не способна его переключить. Ну, правда, удар молнии в линию электропередач, конечно, переключит такой триггер. Ну, переключит его довольно плавно. Да, и честно говоря, все остальные триггеры, которые были рядом с ним, давно уже сгорят, а этот продолжит свою работу. Ну, а теперь, что полезного можно сделать, зная такое интересное свойство пьезозажигалок. В светодиодных и старых ламповых электрогирляндах есть вот такой вот блок управления на тиристорах с кнопочкой. Кнопочка задает так, для того, чтобы переключать вот эту микросхему, которая стоит здесь ребром на отдельной плате. И эта микросхема управляет включением и выключением вот этих тиристоров. Если эту схему слегка доработать и убрать лишние режимы, то мы можем получить однокнопочный включатель и выключатель для электрической лампочки. Что я и сделал, но это не так интересно, потому что тут надо нажимать кнопку. Мало того, мои зрители и постоянные подписчики канала знают, что елочные гирлянды, светодиодные, ну, те, которые обладают вот таким интеллектуальным блоком, можно переключать не только с помощью вот такой вот кнопки, нажимая ее, а можно втыкать и вытыкать вилочку в розеточку, создавая импульсы помех, которые как раз и воспринимает эта микросхема. Создавая эти импульсы помех, можно управлять переключением этих тиристоров, ну, или же включать и выключать лампочку, которую можно приделать к этому блоку вместо светодиодной гирлянды. Самые опытные электрики, конечно, будут утверждать, что лампочку накаливания к таким схемам подсоединять нельзя. Ну что же, сегодня я их разочарую и докажу им, что вы, ребята, не правы. Можно взять лампочку накаливания, достаточно мощную, подключить к такой схеме и управлять включением и выключением этой лампы с помощью вот этой схемы, но не нажимая кнопку и не втыкая и вытыкая вилку, а нажимая вот такую пьезозажигалку. Один разряд, помеха идет, микросхема воспринимает. А что же является антенной излучающей и принимающей? Излучающая антенна – это железяка. Казалось бы, нет. На самом деле, когда я держу в руке эту железяку, я являюсь заземлением. Делаю щелчок, а вот провод, который находится внутри этой трубочки, является излучающей антенной. Это высокочастотная помеха сродни той, которую я генерировал с помощью втыкания и вытыкания вилки. Провода, по которым питается вся эта схема, являются принимающей антенной. И моя помеха будет хорошо принята. Ну а теперь давайте убедимся в том, что я вам не лапшу на уши навешал, а в том, что эта схема реально может работать. Для лучшей убедительности я возьму не вот такую матовую лампочку накаливания, хотя это реально лампочка накаливания, а вот такую с прозрачным корпусом и спиралью накаливания, которая будет накаляться благодаря току, который пропустит вот эта вот схема с микросхемами. Но пропускать ток будет не микросхема, а вот эти замечательные теристоры, которые работают в данном случае в импульсном режиме, и достаточный ток для этой лампочки они обеспечат. Включаем схему в розетку очень аккуратно, потому что корпус для этого устройства я не делал, чтобы все было на виду. Ну а теперь что? Мне надо взять вот такую кнопочку, нажать ее и посмотреть, включится лампочка или нет. Как вы думаете? Бьем барабанную дробь. Наверное вот так вот буду нажимать, так будет красивее. Ой! Ну включилась, да, включилась, сильно включилась. А выключиться интересно смогу? Ну вот так вот буду щелкать. Наверное вот так вот правильно щелкать. Вроде щелкнуло. А еще разок. По-моему, очень даже клево получается. А здесь? О! Наверное она включается и выключается в разных точках. Включу ее здесь. Ближе. А выключу вот здесь. Получается я еще и проходной выключатель создал. Изобретение века, однако. Маленькая рыжая кнопочка, которая включает и выключает эту лампочку одним нажатием большого пальца. А раз это большой палец, то наверное лайкиц надо бы поставить за такое-то изобретение. Берем палец и ставим вот такой вот лайкиц. Лайкиц. Во! Самоделка. Эх, сейчас бы вызов бросить кому-нибудь из самодельщиков. Но где ж их, блин, найдешь днем с огнем? Хоть лампочку включай, хоть лампочку выключай. Самодельщики, ау, принимайте вызов. Сделайте проще, сделайте круче. Сделайте проходной выключатель без микросхем и транзисторов. А на этом все, пока. С вами был канал Электрик от Бога. Подписывайтесь на канал Электрик от Бога. И да пребудет с вами электрическая сила.